С бизнесменами в Сочи сегодня пообщался губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев провел встречу с инвестором из Сингапура. Его фонд уже много лет занимается внешними капиталовложениями, в том числе и в Россию. Гостью из Азии глава региона рассказал об аграрном потенциале Краснодарского края. В частности, губернатор говорил о внедрении новых технологий переработки зерна. Обсудили также и развитие туризма в регионе, например, за счет создания сети бальнеолечебниц. Мягкий климат, море, удобная транспортная составляющая, аэропорт. И очень целебная вода, минеральная по своему составу. При правильном инвестиционном вложении может дать бальнеолечения высокого мирового уровня. Мы хотели бы, конечно, чтобы вы нашли себя в новых технологиях, прорывных идеях, в транспортной составляющей, в каких-то мегапроектах, которые позволят Кубани сделать шаг вперед, экономические прорывы. Еще один проект принципиально важный не только для жителей Кубани, но и для всей страны – это строительство дороги-дублера Сочи-Керчь. Скоростную магистраль планируют сделать платной. Возвести ее предлагают инвестору. Новая дорога смогла бы стать альтернативой уже существующей трассе, считает Вениамин Кондратьев. Нам нужен дублер сегодняшней дороги, который идет вдоль побережья. Скоростной дублер, который, конечно, может быть платный, потому что будет альтернатива, а та старая дорога по побережью. Эта дорога будет способствовать развитию как самого туриста, автотуриста на наше побережье, так, конечно, и в целом всей транспортной инфраструктуры Юга России, потому что если мы эту дорогу сделаем от Сочи даже до Тюбрюка, а дальше через мост на Крым, и там тоже закольцуем, то в этом случае мы получим большое Южное транспортное кольцо в России. Помимо транспортных проектов обсудили также развитие горно-климатического курорта Лаганаки и ряд промышленных проектов, в частности, возможность создания фармацевтического производства, а также пищевой переработки.